Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья, я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Дианы, 23-х лет. Кто среди животных зевает, кроме приматов? Крокодилы зевают? Будет ли зевать кошка, если ей показать видео с другой зевающей кошкой? С одной стороны, вроде бы зевание такое простое обыденное дело, все мы этим занимаемся без исключения, и вроде бы с ним все понятно, но на самом деле этот вопрос, почему мы зеваем, задавал еще Гиппократ, и до сих пор однозначного ответа на этот вопрос нет. Первая версия такова, что мы зеваем для того, чтобы насветить свою кровь кислородом, потому что во время зевания мы делаем очень длинный вдох и потом короткий выдох. Это позволяет нам увеличить приток крови головного мозга и, соответственно, позволяет насытить его кислородом. Насколько эта версия правильная, сказать довольно сложно, но действительно можно заметить, что если мы с вами сидим в душном помещении, нередко мы непроизвольно начинаем зевать. Еще одна версия, она появилась совсем недавно, что оказывается зевание помогает нам снизить температуру головного мозга. Дело в том, что когда, например, мы собираемся спать перед отходом ко сну или когда мы только проснулись, температура головного мозга немного повышена, и это для его работы не очень здорово. И вот когда мы зеваем, мы вдыхаем свежий воздух, его температура довольно низкая по сравнению с температурой нашего тела, как правило, и это позволяет привести температуру мозга к рабочей температуре, которая как раз ему очень даже нравится. Кроме того, известно, что, например, люди и некоторые животные зевают в ситуации какого-то стресса, когда они волнуются или когда какая-то непонятная ситуация, непонятно, как себя вести. Известно, например, что перед стартом на соревнованиях нередко спортсмены зевают. Это такой действительно способ организму активизировать себя, снять стресс и тоже прийти в такое бодрое рабочее состояние. Кроме того, у некоторых животных зевание выполняет очень своеобразные роли. Но, например, некоторые животные, такие, например, как павианы или морские свинки, используют зевание в качестве предупреждения о возможной с их стороны агрессии. У павианов все понятно, они показывают свои очень крупные клыки при зевании и предупреждают таким образом своих соперников. А морские свинки не только зевают, но еще и стучат зубами. Это тоже такое предупреждение, что лучше ко мне не приближайся, а то сам об этом пожалеешь. А вот, например, у пингвинов зевание входит в ритуал ухаживания. И когда у пингвинов наступает брачный период, то самец и самка становятся друг перед другом, поднимают клювы в небо и совершают такие тоже зевки ритуальные, которые являются частью сложного достаточно такого ритуала. Змеи. У змей довольно сложно устроены челюсти, у них подвижное сочинение челюстей. И иногда змеи способны заглотить добычу, которая значительно превосходит их диаметром. Для этого они раздвигают свои челюсти, и потом, после того, как они добычу заглотили, им необходимо привести челюсти свои в нормальное состояние. И они тоже в этом случае зевают для того, чтобы челюсти уложились так, как это необходимо, приняли свое нормальное положение. Собаки и кошки зевают довольно часто. Иногда это может быть выражением какого-то нервного состояния. Известно, что собаки очень часто зевают, когда смотрят на человека зевающего, особенно если это человек их хозяин. Почему это происходит? Вообще, почему зевы-то заразны? Есть тоже несколько версий. Одна версия, что это результат работы зеркальных нейронов. Есть такие нейроны в нашем мозгу, которые способствуют тому, чтобы мы повторяли какие-то действия. И это очень здорово, потому что, например, это позволяет легче обучаться. Кроме того, они говорят о симпатии. То есть, если человек, твой хозяин зевает, и собака тоже зевает, то, соответственно, они находятся как бы в едином состоянии. И собака таким образом проявляет свое отношение дружелюбное к своему хозяину. Есть еще версия, что массовое такое зевание, оно позволяет прийти в какое-то более активное состояние. Приток крови к организму, мозг охладился, все настроились, потому что зевают все одновременно. И дальше можно действовать, заниматься какой-то сложной работой. Да, кстати, я забыла сказать, что зевают даже рыбы, а не то, что крокодилы. То есть, зевание – это такой акт, который мы встречаем в природе очень часто, и его назначение может быть различным. Хотя, казалось бы, все, в общем, очень просто. Ну и сегодня я хочу ответить помимо этого вопроса еще на один вопрос. Это вопрос Маргариты, 7 лет. Почему у кошки всегда чешется подбородок? Неужели она никогда не откажется, чтобы его почесали? Да, кошка действительно никогда не откажется от того, чтобы ей почесали подбородок. Но вопрос, а он действительно у нее чешется? Думаю, скорее всего, нет. А дело все в том, что у кошки есть такие особые зоны на теле, которые ей очень приятно, когда кто-нибудь чешет или вылизывает. Если речь идет не о человеке, а о других кошках, например, или других каких-то животных, которые живут вместе в доме и находятся в дружелюбных отношениях. И вот, в частности, к таким зонам, например, относятся некоторые зоны на голове. Мы можем погладить кошку между ушей, мы можем погладить ей подбородок, мы можем почесать ей за ухом, и все это кошке приятно. Мы можем погладить ее по спине, а вот, например, брюхо многие кошки терпеть не могут, когда им гладят. И если кошке это не нравится, то, пожалуй, лучше этого не делать. Почему? Ну, наверное, это такие действительно чувствительные зоны, где много рецепторов, которые посылают в мозг приятные сигналы, когда кошку гладят по голове или чешут за ушком. Кроме того, на подбородке, например, у кошки находятся специальные пахучие железы. Вообще пахучих желез у кошек домашних очень много. Они расположены и на лапах, и в разных других местах, но в том числе они расположены на подбородке. И когда вы чешете кошке подбородок, вы не только делаете ей приятно, но и наносите себе на руки кошачий запах. А кошке очень важно, чтобы все вокруг, все, что составляет ее среду обитания, пахло только ей, только кошкой. Поэтому это еще одну такую функцию, очень важную выполняет. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, я закончу ответы на ваши вопросы. Обратите внимание, что присылают нам вопросы не только дети, но и взрослые. И если у вас остались какие-то с детства неотвеченные вопросы, и вас что-то интересует, и любопытство ваше не угасло, пожалуйста, пишите нам, присылайте свои вопросы, мы с радостью на них постараемся ответить. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки. Ну и мы ждем вас в музее. Друзья, хочу вам напомнить, что у нас есть очень интересные экскурсии, и вы можете прийти в музей и принять участие в одной из экскурсий. Или, если вы не можете приехать в музей, то примите участие в наших онлайн занятиях ЗУМКО.